Здесь мы сейчас молотим пшеницу. Фермер Александр Вольтерс немец, но живёт и работает в Украине. Площадь его хозяйства в Ровенской области около 4 тысяч гектаров. Здесь выращивают пшеницу, подсолнечник, кукурузу. В ангары как раз завозят урожай рапса. Чёрное золото. В этом году зёрна очень крупные, очень крупные, круглые. Есть поменьше, есть очень крупные. Это даёт большое количество масла. Немец неплохо говорит на украинском. Он приехал в Украину работать после университета. Решил стать фермером. Тогда же Александр понял, что не хочет общаться с местными жителями с помощью переводчика. Языку научила его жена-украинка. Я вообще не умею говорить по-русски. Что это время, я вообще не понимаю. Я не знаю, и мне тяжело, когда езжу, например, в Одессу. Я вообще не говорю на этом языке. Да, как здесь люди говорят, так и я говорю. Всё. Александр показывает современную технику, сушилку для кукурузы, которую установили в прошлом году. Немец работает здесь уже 14 лет. Так что 24 февраля не смог всё оставить на произвол судьбы и уехать. Он вывез семью в Германию, а сам вернулся. Тогда я всех ребят отправил домой. Мы закрыли это хозяйство на две недели, а потом я вернулся. Это моя ферма. Удобрения нужно добавлять. Мы должны обрабатывать наше поле, сеять подсолнечник, кукурузу. Мы не можем закрыть всё и до свидания. Так не делают здесь. Сейчас думают над тем, как все эти зимы, и строят планы на будущее. Я думал, что он уедет, и мы будем здесь потихоньку закругляться. Но супер, молодец, молодец, что остался. Работаем, работаем дальше. А что делать? А в центре Киева за работу берётся ещё один немец Маркус Пойзер. Он руководитель школы немецкого языка. На его курсах обучается около 400 учеников. Сейчас в основном онлайн. Пойзер основал эту школу в 2017 году, когда спонтанно решил из Польши поехать во Львов, а затем в Киев. Первое впечатление от украинцев – они все благодарные и искренние. Они более открыты к общению, нежели немцы. Это мне здесь и понравилось. Поэтому я решил остаться в Украине. Я был здесь неделю, я был приятно удивлён менталитетом украинцев. Мне он очень понравился. Немец признаётся, зимой его настораживали новости о возможном вторжении России. Но он до конца не верил, что это произойдёт. 24 февраля Маркус встретил в Киеве вместе с преподавателями школы. Мы встретились и провели ночь с 24 на 25 февраля вместе. Это была ужасная ночь, ведь нам были слышны взрывы, мы видели вспышки. Тогда было в самом деле страшно. Мы решили покинуть Киев и отправились в село под Хмельницким, где провели полторы-две недели. Потом мы всё же выехали из Украины и направились в Польшу и Германию. Маркус Пойзер со своими коллегами организовал бесплатные онлайн-занятия по-немецкому для тех, кто искал убежище в Европе. Их уже прошли около трёх тысяч желающих. Когда в Киеве стало спокойнее, немец вернулся. Это мой родной дом. Миллионы людей выехали из Украины из-за войны, но многие вернулись. Из-за того, что я чувствую себя здесь как дома, я хочу оставаться в Киеве. Я уже привык, что моя жизнь, мои цели в Украине. Вот почему я здесь. Я верю, надеюсь, что ещё многие украинцы вернутся. Пойзер мечтает выучить украинский, а на вопрос, кто он больше, немец или украинец, отвечает так. Я думаю, я такая смесь. Немного украинец и немного немец. Мне ближе украинский менталитет. Я могу быть типичным немцем, но быть более украинским. Это мне ближе по душе. Тем временем в Ровенской области грузят урожай на фуры, чтобы отправить в Германию. Фермер жалуется, что до войны продавал всю продукцию в Украине. Но сейчас здесь и так много зерна, которое сложно вывезти. Он сетует, что Германия мало помогает украинцам и с экспортом зерна, и с оружием. Я, пожалуй, уже немного больше украинец, чем немец. Я сам в шоке от того, что немцы делают. Наш канцлер ничего не дает. Мне так жаль. Немцы ничего не могут решить, ничего не могут дать нам. Несмотря на военные риски и сложности, Александр Вальтерс мечтает о том, чтобы его хозяйство было самым успешным в Западной Украине. А для этого, уверен немец, он должен лично оставаться здесь, в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok